Это сменные одежды, это пенка, это лекарства, мази, биодобавки, которые необходимы. У Евгения Кутузова с собой минимум вещей, спальник, светоотражающий жилет, документы, икона. Пять лет назад он познакомился с литовским пожарником Айдосом, который совершил пробег вокруг Балтийского моря, чтобы собрать деньги для семей коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. У Евгения цель другая. Он решил пройти 5000 километров пешком, чтобы помочь стать на ноги детям с ДЦП. Настя ей 15 лет сейчас. Ей требуется серьезная реабилитация в Китае трехмесячная. Тимуру три года. Он уже сейчас проходит реабилитацию в городе Сочи. И Вадим ему 12 лет. И его ждет очень серьезная сначала операция в Германии, а потом уже реабилитация там же. И из-за этого у него стоимость гораздо выше. У него полтора миллиона рублей нужно собрать. В ближайшее время немецкая клиника выпишет нам чек, и будет уже точно известна сумма. Это его 98-й день в пути. Он жил на 500 рублей в день. Чтобы не тратить деньги, ему приходилось ночевать на улице и просить приюта у прихожан храмов и неравнодушных людей. Однажды его обокрали, вскрыли рюкзак, в котором находились 6000 рублей. По пути он подобрал кошку-мурлыку, которая теперь будет его домашним питомцем. Евгений прошел от Петербурга до Эльбруса пешком. Поднялся на высоту 4800 метров. Впереди финишная прямая. 5 сентября – это день Международный день благотворительности. И с 5 сентября по 21 сентября я буду бежать непосредственно. Завершающая финишная прямая пробег. Ежедневный примерно по 40 километров в день буду пробегать. Для чего? Для того, чтобы окончательно попытаться привлечь внимание медиа и общественности к сбору средств. Пока Евгений Кутузов собрал миллион рублей, но детям на лечение нужно намного больше. Он надеется, что к концу марафона сможет собрать необходимую сумму. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».